Это самое простое блюдо, которое можно приготовить в тандыре, в обычной яме. Выкопали ямку, накидали туда дров, и вот такое блюдо классное готовое. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю бараний окорок в тандыре. И не просто в тандыре, а в земляном тандыре, то есть в обычной ямке, вот такой классный окорок запеченный получился. И теперь давайте посмотрим, как все-таки ее нужно приготовить, чтобы она получилась все-таки лягкая, сочная и вкусная. Окорок! Бараний окорок! Обалденнейший! Сейчас я буду готовить его к запеканию в тандыре. Тандырчик у меня маленький, поэтому и окорок у меня маленький. Вот такую классную заднюю баранью ногу я взял у Владимира. Это самый лучший мясник в нашем городе. Владимир, большое тебе спасибо и передаю тебе привет! У тебя, как всегда, вот такая обалденная бараника. А сейчас я возьму и достану из этой задней ноги лимфоузлы или без. Как полностью достать все лимфоузлы из баранины, смотрите, ссылочка вот здесь сверху. Обычно лимфоузлы в задней ноге располагаются вот здесь, в толще мяса, на соединении вот этих всех мышц. Я изнутри делаю разрез и вот здесь, где идет жилка, по жилке следую и где-то там будет лимфоузел. Из-за того, что баранчик маленький, я думаю, лимфоузел будет тоже маленький. И заодно вот эту жилку я удалю тоже. Самое важное оставить разрезик маленьким, чтобы ножка сохранила свою форму. Вот здесь кусочек жирка и к нему прикрепляется жилка. Вот я ее так поддеваю и ищу, где она заканчивается. А вот где-то там за жилкой прячется и без. Вот на этой жилке был вот этот кусочек жира. И пока я его искал там долго-долго, оказалось, что весь лимфоузел вот он здесь, в этом жирке и есть. Поэтому дальше можно не искать, мы его убираем. Лимфоузлы я удалил и теперь все полностью как есть на ножке, так и оставляю пленышки, жирок, все-все-все. Рецепт будет очень простой, но в то же время очень обалденный. Это будет баранья нога, шпигованная чесночком и вот таким классным свежим розмарином и пряности. Сейчас я беру чесночок, немножко измельчаю, чтобы были хорошие такие кусочки для шпиговки. И нашпиговываю полностью всю ножку. Я нарезаю розмаринчик на вот такие небольшие кусочки, потому что таким способом легче будет доставать розмарин из мяска. И вот эти все хвостики не будут попадать на зубы. Самое лучшее сочетание у баранини это розмарин, чесно. Конечно, еще можно добавить и мятки, но это будет совершенно другой рецепт. Все готово. И вот в этот красивый разрез у меня остался еще чесночок и я его туда полностью складываю. И чесночок, и вот эти хвостики от розмаринчика. Баранью ногу я буду готовить в сетке, в сальнике, но не в бараньем, а в свином. Поэтому она у меня будет полностью вся сочная и в жирке. Если у вас нет сетки или сальника, тогда в такие же разрезы нужно вставить еще небольшие кусочки свиного жира, чтобы мясо не сохло и было соченьким. Сейчас я ее натираю смесью пряностей и солью. Из пряностей я использую зерна кориандра, черный перчик и зиру. Перчика побольше. Чтобы пряности легче прилипали к бараньей ноге, и чтобы баранья нога получилась не просто ногой мясом в тандыре, а шедевром, я поливаю ее обалденным, свежайшим маслом оливковым первого отжима. Хорошенечко посыпаем. Не смотрите, это немного, здесь и ровно столько, сколько нужно пряностей. Баранья нога будет отдыхать в холодильнике до завтрашнего дня, а потом она поедет в классный тандыр. Я включил тандыр. Сейчас я буду потихонечку подбрасывать дровишки тоненькие, чтобы весь тандырчик земляной хорошенечко прогревался. И потом там будет... Ох, тепло здесь уже. И потом там будет окорок, бараний окорок, обалденнейший. Как быстро, хорошо идет. Вот. Вот. А это вентиляционное отверстие. Греется ямка. Уже кирпичики побелели, но я думаю, еще мало можно подбрасывать дровишек. Греется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все горит и греется Таким образом, когда я накрываю крышечкой, я экономлю топливо И тандырчик лучше и качественнее прогревается Когда бараний окорок будет готовиться, с него будет капать сок, жирок из сетки, который я обернул И он будет пропадать Поэтому, чтобы это все сокровище сохранилось, я беру вот такой красивый казанчик На дно его кладу все овощи, какие я хочу И баклажанчики, морковка, лучок, острый перчик, чесночок Все туда кладу И оно будет вместе с баранней ножкой готовиться Пропитываться именно тем соком, какой мог бы убежать И будет еще вот такое классное второе блюдо А теперь баранья нога Заматываю ножку в свиную сетку Вот такая лялечка классная получилась Немного углей я достал И освободил вентиляцию, чтобы был приток свежего воздуха Вот так Теперь это накрываю все листом, на котором сейчас лежат угольки И сверху накрываю мешками Все Оставляю на часик, может быть чуть больше Вот так классно шипит и булькает в тандыре баранья нога и овощи Прошел час и несколько минут Надо быть осторожным Надо быть очень осторожным Вот она красавица Вот так О, и здесь что-то осталось Все угольки полностью растворились Даже не нужно чистить тандырчик Спасибо тебе, тандыр К этому блюду лучше всего, конечно же, подходит Красное сухое вино Очень горячее Надеюсь, ножка не такая горячая Какой аромат Смесь розмаринчика и чесночка Классно Ляска мягенькая Но, конечно, если было бы время, можно еще минут 20 подержать в тандырчике Но все равно очень мягкая А моя самая любимая часть Это, конечно же, галяшка Галяшка, конечно, класс приготовилась Хотя она и самая жесткая Но все равно самая вкусная И приготовилась мягенькая Если вам понравилось мое видео Ставьте вот такие огромные лайки Пишите комментарии Как готовите бараньи ноги вы Подписывайтесь на мой канал Ссылочка для подписки вот здесь внизу Вот здесь рядышком есть колокольчик Нажимайте на колокольчик И вы будете всегда в курсе всех новых видео На моем канале И помните Кухня это самое спокойное место